друзья всем приветствуем снова я меня зовут андрей это канал булга ковплей мы продолжаем проходить eldon ring я на самом деле не знаю сегодня по идее должно быть несколько боссов как я предполагаю насколько они сложные если вчера ну если вчера видео не это не вышло у меня это сегодня соответственно я застрял на боссах и видео выйдет или завтра или послезавтра потому что не на все хватает времени так я выбил этот щит наконец-то я выбил этот щит инвентарь а можно даже так зайти снаряжение очень долго и выбивал его про это спасибо один из самых крупных сред средних щитов лицевая сторона покрыта латунью пользовался популярностью во время раскола нет навыка но этого оружия нет навык если оружие которое вы держите в другой руке обладает навыком то будет она применена короче история в том что у него нет парирования у нее есть просто за к закрыться а а стату у него довольно таки неплохие физическая защита у него 100 магия 55 огонь усиленный блок и я его ну вот как видишь на плюс 2 его закачать за это заточил опустошил полностью души он тяжелый получается и мне пришлось пофармить немножко рун для того чтобы вес снаряжения увеличить чтобы он нормально перекатывался я начал отсюда неспроста потому что я ходил смотрел чоу торговцев можно купить вдруг отчет интересное просмотрел и увидел две интересных штуки а каля я из кочевого народа путешествую торгую когда расколол с кольцо элден эту землю поразило безумие лишь такие погасшие души как ты не дают всему иссохнуть окончательно скажи так я очень рад такому клиенту скажу так так и вот собственно о завываниях в туманном лесу волчий вой в туманном лесу полагаю он все еще там точно почему бы тебе не встретиться с ним лично заслышав волчий вой подай этот знак рядом с источником звука не волнуйся тебе нечего бояться сдается мне что вы двое поладите щелчок пальцами а где у нас туманный лес ой а вот вот туманный лес так мне кажется я даже знаю где этот вот где медведь спал давайте сходим туда на давай переместимся наверное от храма это в принципе неважно отсюда нам побыстрее все таки будет и пойдем соответственно то на чем закончили в прошлой серии обследуем эту локацию этом немножко кстати побегал и кучу обнаружил так во первых не то статус а где эти а вот жесты взмах рукой боевой клич отдых выбрать где у нас щелчок то какая рука была вверх вот щелчок хорошо ох так садимся но мне кажется щит прям неплохой я хотел щит блин я замучился его выбивать на самом деле так ты тут не воешь не воет до свидания где здесь вой во ну-ка щас а что он там это кто такие пацаны я только спросить да да бля воет воет но воет не здесь я чуть заблудился а где тут чёга вот жертвенная ветвь хорошо цветы идите нахер но он прям не близко где-то слышно в отдалении может быть туда где-то ну-ка еще разок ну-ка еще разок тут не воет а тут где-то Ну нет. Вот прям где-то здесь. Ну-ка давай попробуем. Где? Кто-то рыхнул, да? Или это медведь храпит? Вот он, вижу. Здорово. Это чувак, который с этой загрузки. Он тут где-то был. Привет. Кто здесь? Это Калли тебя прислал? Вот же Проныра. О, быть может для него твои странности не так. Меня зовут Блайт. Я ищу человека, который представляется Даррилом. Слышал, он скрывается где-то поблизости. Если найдешь его раньше, сообщи мне. Я тебе щедро отблагодарю тебя. А это кто? Даррил всего лишь предатель. Нужно поставить точку в его истории. Даррил – это не торговец? Говорит, вы в этих краях где-то. В этих краях из человекоподобных я видел только торговца. Погнали, сходим посмотрим. Ну и какое-то задание, кстати. Ну, опять-таки, сейчас не об этом. Я оттуда хоть едут. До туда. Он здесь вот. Ты Даррил? Торговец-кочевник. Ну, короче, я не знаю где Даррил. Это мы потом будем искать. Запомним, запишем. Давай вот тут поставим. Как тут метка. Поставим. Ну, типа вот этот пусть стоит. Хорошо. И тогда перемещаемся, соответственно. Первый шаг. Вот сюда мы отправляемся. Душ ни хрена нет. Поэтому я замучился выбивать этот щит. Я забрал полный комплект этих ребятушек. Побежали. Отравлюсь, не отравлюсь. Успел. Хорошо. Так, где ты там? Колесница. Я уже не помню на самом деле. В прошлый раз как после записи посмотрел эту всю историю. Погнали. Подождем. Да сука ты. Отстань от меня. Так, где колесница? А. Ой-ой-ой. Тут, по-моему, лучник. Так. Прощай. Вот так. Отлично. Побежали. Короче, я что заметил? Я заметил вот здесь. Вот здесь. Аккуратненько. Можно спуститься, спрыгнуть. Я не прыгал. Ага. Иди сюда. Ага. Спасибо. И надо еще кое-что сделать вот так. Вот так. А то ничего не вижу. Сверх колесницы колесики катаются. Куда? Зачем? А почему мы идем? И зачем мы вообще сюда упали? Я не знаю. Ага. 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 Так. А если, кстати. Да ну не то. Ай. Зачем это делать? Ну-ка. О. Сработало. Стань. Да. Я понял. Вот так. Все. Пошли. Вот теперь какие-нибудь уроды. Тихо-тихо. Блин. Так не хватит. Не на шо? А умирать не очень-то хочется. Так. Ходим со щитом. Есть налево. Есть ничего направо нет. Тут нет тайного прохода. У тебя немножко отвык. Выбивает. Ага. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ага. А этот умер что ли? Кто такие за уроды? Этот умер. А. Я даже не заметил, если честно. Молниевая смазка. Хорошо. Спасибо. Это оружку, да? Чарить. А кстати, а что это у плюта? У меня же есть это. Умение оружия. Откуда-то зачем-то пришли. Что тут? Ничего секретного. А там внизу надписи. Отличненькую. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Там чуть лежит. Ой. Тут собрал. Пока-пока. Как тут спускаться-то? Ага. Ага. Спустился. Что здесь? Я убежал. Я не видел, что я собрал. Я так чисто визуально запомнил. У меня какие-то быстрые на боссов похожи с самого начала, кстати. Так. Тут ничего нет. И мне чуть не очень хочется здесь находиться. Так. Смотрим. Смотрим. Рычаг. Какой-то лифт куда-то. Или запрячет, так запрячет. Тут поднимаемся. И чё здесь? Так тут никого? А вот. Я сверху оказался. Хуя себе. Тихо-тихо-тихо-тихо. Это прям не очень меня радует. Он какой-то жесткий. Ох-ох-ох-ох-ох-ох. Это такой маршрут. Но в целом. В целом можно пробежать. Пошли. Блин. Это локация в начале. Почему такое ощущение, что с каждым разом яд все быстрее и быстрее распространяется. разом яд. Погнали. 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 Он, короче, подолгу разворачивается. Поэтому приходится только ждать. Погнали. 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 вот такой. Вверх поедет. И, короче, сейчас я пробегаю и хер на них. Может и убью, чтоб спокойно. Сдох. Ага. Сейчас я дождусь, чтобы он уехал наверх, потому что там сразу поворот. Прыгаю. И я побежал. Побежали. Все. Бежим дальше. Она же нас в прошлый раз от телег задавила. Кто-то там упал, умер. Хорошо. Я не против. Вот туда я наверх ходил. Идем сейчас вниз. Я не вижу телегу. Вижу. Наверх. Пробуду. Ага. Далеко уехал. Но, чтобы она вниз поехала. спасибо телега спасибо тебе теперь когда вверх поедем чем все остается и бежим вниз так и чё здесь босса то есть я угадал сюда ты не заедешь а так кого возьмем вот этих ребят возьмем что происходит спасибо щиту вставай вставай а волки едят и ее и чего клин марки да это я вот где-то вычитал о том что если рядом с боссом нет костра то лучше этот клин так чё делаем какая у нас тактика стратегия волки давай пробовать медузу побежали ага хорошо тихо я бегаю со щитом ага выбил Тихо. Что происходит, я не понимаю. Продолжение следует. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Пожадничал Тайгер Отлично Ну после Тихо-тихо-тихо-тихо Пьем Ничего не понимаю Что происходит тихо медузма и все пиздец ну медуз живет это уже хорошо ох ну вот первый адекватный босс так погнали вызвал я блять медузу это было неприятно а 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 он сломался а А у меня выносливость закончилась. Чё-то, короче, он в текстурах завис. Я не скажу, что я не... Блядь. Не рад этому. Всё. Я рад, что он застрял в текстурах, на самом деле. Олег, рыцарь-изгнальник. Хорошо. Я скажу только одну вещь, почему я рад этому. Олег, рыцарь-изгнальник. Хорошо, молодец, Олежек. Потому что я вот пару раз почти убил. То есть оставался один удар. И вот как бы вот и всё. 15 тысяч это очень неплохо. Это очень хорошо. Я их не хотел бы терять. Скажу честно, откровенно. Где мой фонарь? Посмотрите. Он в целом несложный, но он прям какой-то сумасшедший, непредсказуемый. Как получилось застрять? Он меня куда-то кинул головой туда, в текстуру. Поджёг. У меня осталось немножко хилочек. И получается, он то ли башкой в текстурах застрял. Короче, ладно, пусть остаётся на его совести. Но мы получили какого-то Олега. И Олег, мне кажется... А где это есть? Вот. Олег. Горстка праха, где всё ещё обитает дух. Используйте, чтобы призвать духа Олега, рыцаря-изгнанника. Он был одним из двух рыцарей, призванных крыльями буря. После изгнания он привлёк внимание повелителя, дарующего благодать. Позже Олег стал ещё правой рукой. Убил сотню предателей. И заслужил звание Героя Кладбища Древа Эрт. А звучит как-то, да? Короче, ладно. Раз тут это был босс, хер бы с ним, с этой пещерой. Мы получили Олега, и это неплохо. Я бы его, наверное, попробовал вместо... 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 Волка. Видишь, вот этот босс. Агрессивный. Прыгает. Волкам с ним не справиться никак. То есть, они чисто, если немножко оттянут на себя эту всю историю. Так, 15 тысяч рублей у нас есть. И это бы нам охватило для прокачки уровня. Да? Давай, отдохнём. И сделаем сейчас две манипуляции. Так, скоротать время до утра. И мы, получается, сейчас тогда ещё... Так, инвентарь. Вот этих давай бомжатских применить. Блин. Я гляну заодно, сколько нужно. Я гляну заодно, сколько нужно. 16, 274. Прекрати ты инвентарь. 16. Применить выбранное. Хорошо. Хорошо. Повысим уровень, чтобы души не тратить. Повысить уровень. А, хпшку. Увеличим хпшку. Чё она у меня, блядь, такая короткая? Так, хпшку увеличили. Теперь мы отправляемся в круглый стол. Попробуем зачаровать Олега. И Олега поставим вместо волчар. К сожалению, волчар. Если у меня есть ландыши, или как они там называются. Я не знаю, сколько надо. Дух можно было попробовать, кстати, завалить. Как вариант. Ну, вот этого красного здесь. Так, мать, ты чё, готова? Да, усилить духа, пожалуйста. Мне? Где Олег? Призрачный ландыш. Для одного не хватает. Ну, где-нибудь найдем. А снаряжение? Нет, нет. Волчар я убираю и заменю. Так, получается вот так. И вот так. Тут ещё какие-то прах странствующих вельмож. Прах скелетов ополченцев. Ну, я, соответственно, пока что оставлю. Нам не хватает, и нам не хватает одного этого ландыша. Так, первый шаг. Крам Эля, первый шаг. Есть у меня одно предположение. Мне сказал один знакомый, что можно посмотреть проход на остров. Проход на остров. На какой остров? Вот на этот остров. Вроде там есть... Где-то здесь есть пещера. Ну, подожди ты. Глянь, мы ту коллегу получили, кстати говоря. Так, нам бы спуститься. Я уже забыл, как мы спускались, но мы как-то спускались. Аккуратно. И там вроде где-то вот в этой стене, ну вот в этой скале, по которой мы сейчас скачем, внизу на пляже должна быть дыра. Так, отстанет. Я всякие болты попродавал. Я не совсем пока уверен, что я буду пользоваться арбалетом. Так там торгуют. Там торгуют. Как бы нам так... Безопасно. Загреть великана? Там он что-то мигает вдалеке. Погнали с посмотрим. Так, что-то тут ходит. Нет. Да не надо пингвинов. Как поэтому попасть? Это что-то меня толкает. Короче, пень, бля. Какая-то хуйня тут бегает. Не хочу. Ой, такое я видел. Не хочу с ней драться. Потому что я делаю предположение... Я с ним не дрался, естественно. Обломок руин. Я могу сделать предположение, что это так же, как и гиганты. Они жирные, но... Появляются повторно. Одна черепаха меня понимает. Привет, дружище. Так, где ты? Здесь. Здесь. Какой-то проход должен быть. Где здесь проход? А, вот, пещера. Пацаны, а ты это? Ведь нахуй. Погнали. Пещера. И вот, якобы, по этой пещере мы можем... Прибрежная пещера. По этой пещере мы можем пробраться на тот остров. А, где бля. Ты меня запутал, блядь. Подошел к этой благодати. Я думаю, где благодать? Так, кто здесь? Пока никого не вижу. Ой, они прям совсем такие. Оцепись-то от него. Где-то здесь проход? Здесь. Здесь. Второ. Что, сейчас все сбегутся? Тихо-тихо-тихо. Ты что такой, блядь, это? Я нечаянно. Я хотел чит применить, а получилось чуть-чуть наоборот. Ладно. Ладно, хорошо. Привет. Он прям ни о чем-то. Я не знаю. Ведь пожирнее. Ой, ведь я не заметил, прости. Просто у одного твоего товарища радужный камень лежит. И у этого что лежит. Так раз стал подлагивать. А тут чего? Кладка осьминога. Звучит омерзительно. Что здесь? Коснуться золотого знака призыва. А зачем? Там босс? Сюжетный босс? Призыв помощника. Помощника. Пошли. Помощник. Блядь, что? Сходу? А что Олега-то не могу вызвать? Олег? Мы проверим заодно Олега. О, босс. Да? Ты босс? Нормальный Олег такой. Олег, давай. Убей его. А где там бэкстеп? Типа с пацаном его разбирают. Так, тут два босса. Так, один ладно. Где второй? Олег, вообще-то глянь. У него вообще даже хп не закончилось ни разу. Олег, иди сюда. О, иди защищай меня. Тихо. Нормально он так ураганит, кстати. Выбили ему, выбили ему, выбили ему, выбили ему, просто за спальним чуваком. А все? Инструмент портного швейная игла. Ты что, сдаешься? Нет. Мы как бы не это... Блин, и Олег исчез. Блин, Олег молодец вообще. А почему он исчез, кстати? Волки, по-моему, не исчезали. Устал, что ли? Получить материал. Серебряный светлячок. Так, ладно, давай почитаем. Да что я путаю кнопки. Инвентарь. Мы получили что-то... Какую-то иглу и какую-то сумку. И какую-то сумку. Где это? О, кстати, цветок. Цветок получили еще один. А, вот они. Драгоценная швейная игла получ... Получеловека-бока. Большая швейная игла, имеющая изогнутую форму клыка, принадлежит... Получеловеку-боку. А это что? Дорожная швейная игла позволяет изменить одеяние в местах благодати. Изменить как? Типа улучшить характеристики или внешний вид прокачать? Как бы если внешний вид, то нахер им нужна. Если характеристики, то пока что мы подождем другую броню. А то мы только в начале игры. И первое, что попалось, мы не будем качать. Типа дальше надо идти. Баночку хлебну. И мы должны прийти, соответственно, на тот остров. Это проход якобы под водой. Привет. Заткнись. Иди сюда. А кого-то звал-то. Позвал, говорит, на помощь. Мужики, говорит, на помощь. А, вот, еще что я вспомнил. Это я же бегал, тоже посматривал, что где. Значит, сейчас в конце. Сейчас уже будем заканчивать. Сейчас посмотрим, что за остров. Что же здесь есть. Здесь, наверное, босс тоже какой-нибудь, да? Краба. Крабы, крабы, крабы. Могу на лошади скакать? Могу и на лошади скакать. Так, овцы. Это мне для стрел надо, пока стрел не покупаю. Ой, как у вас много. Так, благодать. Ой, ладно, живи. Отключи стены. Можно, кстати, фарфу. О, баран. Баран. С бараном отрались уже. Давай отдохнем. Типа, похрену. Убили этих, убили. Боссов убили, а назад мы же не пойдем таким путем. Так, скоротать время. Скоротать время, получается, до утра. Скоротать время до утра. Так, что здесь еще есть? Почему? Я нажал скоротать время до утра, а тут так темно. Раннее утро? Зимнее утро? Стой. Он не совершил ошибку. Вон там что-то мигает, я вижу. И вон там что-то еще. Я так подозреваю, здесь в храм мы зайдем. Или что это такое разбитое здание? Мы зайдем, получается... О, жучок. Кузнечный камень мрака. Мне кажется, у нас один такой был. Так, черепах. Ну тут, видишь, никого нет. Никаких агрессивных существ я здесь не наблюдаю. А где блестел-то? А вот. Что-то имеется. Камень кузнечный тоже хорошо. Катану, опять же таки, я, наверное, на плюс 5 не буду улучшать. Почему? Потому что я думаю, что здесь есть или катаны, или другие какие-то мечи. Я даже, наверное, посмотрю. Там же я уже видел, люди спидранят по ней. Вовсю уже по пятому разу проходит. И хер его знает, сколько над времени. У меня при выходе из игры написано, что... Вот сейчас эти... Где это? Настройки. Ух, вот, пожалуйста, вам почти 21 час. 53 уровень у нас. И мы еще в первую... Ну, я еще в первой локации. Тут, как бы, ничего такого и хочет еще лежит. Голова гигантской из 3 козы. 4 штуки. Привет, баран. Баран нападает. И как меня с ним сражаться-то, бля? Он застрял в камнях. Так. О, бля, подойди. Тонкие звериные кости. Я думал, правда, я думал, рога какие-нибудь выпадут. Ну, получается, не так уж и страшно сюда попасть. Не так уж и сложно. Наверное, на прям начальных каких-то уровнях сюда не имеет смысла соваться, потому что там пацаны все-таки дикие. А мы еще с Олегом, который, бля, размалывает просто. Итак, что здесь в храме? Храм драконьего причастия. А, это про то, что нам Юрец говорил, да? Юрец нам сказал, что осмотреть алтарь. Ритуал драконьего причастия. Во, нормально. Превращается в огнедышащего дракона. Молитва драконьего причастия превращает заклинателя в огнедышащего дракона. Зарядка продлевает действия. Молитва охотников, которые питаются драконними сердцами, чтобы обрести заключенную в них мощь чистую и безграничную. Молитва драконьего причастия превращает заклинателя в дракона, разрывающего врагов когтями. Можно провести одну дополнительную атаку. Молитва охотников, питающихся, понятно. Молитва драконьего причастия превращает заклинателя в дракона, кусающего врагов впереди. Молитва охотников, питающихся драконьими сердцами. А, это то есть какие-то навыки мы можем менять на сердца. И я так понимаю, что эти храмы драконьего причастия, они не в единственном числе. Я запутался. Интересно, но я пока не буду брать, мне жалко. Хоть у меня и шесть этих драконьих сердец, я не понимаю откуда, но да ладно. Это очень хорошо. Шесть драконьих сердец, прекрасно. Мы одно драконье сердце, одно умение. Но я пока что не особо в магию лезу. И маны у меня немного. Короче, рассказываю. Нашел я, помнишь, пещера. Так это не то. Сейчас, где это? Это вот здесь. Туннель Гаэля. Там этот Александр наш стоял. Короче, с другой стороны, с балкона, как это, балкон с видом на гниль, можно спрыгнуть в эту же пещеру, вышел так, с другой, с обратной стороны. Так. А, то есть ты мне, блядь, дал этот. Дал он мне, короче, рассказываю прикол. Я вчера был в западне. Прыгаешь сверху, падаешь сюда потихоньку, а здесь нет. Отсюда нельзя переместиться. То есть, либо смерть, либо ты зачищаешь полностью, идешь к боссу. Вот как раз показываю. Появился я здесь. Бежали. Появился я, соответственно, здесь. И бежал от этих утырков, блядь, очень, соответственно, далеко. Куда дальше? По-моему, сюда, да? Все охрана имела. Да. Да, да, да. Сюда. Сюда я убежал. И здесь босс, блядь. Я его попробовал потыкать. Так, Александр. Вот Александр стоит, соответственно. И вот, соответственно, у нас получается отдохнуть у благодати. Можно и нужно. То есть, если ты с той стороны зашел, лучше отдыхать у этой. Этот, говорит, нас впереди ждет. Ох, босса я потыкал. Он очень жесткий. Давай сейчас попробуем с Олегом. Я уверен в том, что сейчас ничего не получится. Если получится, то будет очень здорово. Вызываю Олега. И бежим. И бать, это сумасшедшая просто. Олег, уйди. Она просто, блядь. Она же Олега убила. Вот. Магмовый змей. Я ему вчера немножко нанес урона. Но он очень жирный. Он хлеще, чем вот тот, который мы сегодня убили. И мы к нему придем обязательно, но придем попозже. Соответственно. Сейчас надо сбегать будет Олега под это. Под улучшить. И мы на этом закончим. В общем-то, идея в следующем. Олега надо качать, потому что он прям имбовый. Я на него смотрю. Мы в следующей серии пойдем вот сюда. Вот сюда, вот сюда, вот сюда. И посмотрим, что же здесь имеется вообще в целом на этом полуострове. И я думаю, что это будет завершающая часть происследования данной территории. И мы уже пойдем к нашему сюжетному боссу, чтобы проходить дальше. Но опять же таки, я больше чем уверен, я здесь не все нашел. И не факт, что найду. Поэтому, если вы как-то знаете, что-то я где-то конкретное, очевидное пропустил. Прям свистните. Напишите в комментариях. Я это посмотрю обязательно, потому что интересно. Тем более, если там босс, даже какой-то мини-босс, мы его обязательно посмотрим. Так, ты нам не нужен. Нужен ты, да. Усиль мне Олега, пожалуйста. У меня не хватает, конечно же, руны, да? Мне не хватает руны. Все, ладно. Тогда это я оставляю на следующую серию. На этом мы сегодня заканчиваем. Плейлист игры будет в описании. Подписывайся на канал и на паблик выкадились. Видео со своими друзьями. Ставь лайк и оставляй комментарии. До следующей серии, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok